Пока я ходила проверить шлагбаумы по своим туалетным делам, вот что засняла скрытая камера в машине А дальше я покажу вам, что сняла скрытая камера, когда мы уже спали Сегодня полнолуние, где-то здесь находится место сектантов Привет, вы на канале Magic Family, я Аня, со мной тут мои собаки, Миша, София, Юмичу Сегодня у нас будет челлендж 24 часа в машине с собаками Вы набрали очень много лайков, давайте еще 100 тысяч лайков, мы проведем еще какой-нибудь такой челлендж Обязательно пишите свои идеи в комментариях Ночь на пляже, на море, а может быть 24 часа на лодке или еще какое-нибудь крутое выживание Будем голосовать в телеграме Я читаю ваши комментарии, комментарии появляются в видео А раз мы решили устроить такой челлендж и очень много времени будем проводить в машине Я решила с вами еще и поболтать и сделать типа мини такой вопрос-ответ Это просто невероятная идея, никому бы такое в голову не пришло Проехали Я отвечу на самые популярные вопросы, которые задают не только в комментариях, но и в телеграме Где мой телефон? Ладно, не важно У меня есть телеграм-канал, на который вы просто обязаны подписаться В описании есть ссылка Да? Да? Да! И вконтакте надо подписаться, на Яндекс.Дзен И вообще на все, что в описании, вот есть ссылки Надо на все это нажать И на красную кнопочку вот эту подписаться на канал нужно тоже нажать Проехали. Встали мы очень рано утром и уже собирались взять, сесть в машину и поехать снимать наш прекрасный челлендж, но потом я поняла, что... У нас тут просто пипец Нам надо в машине прибраться немножко, да, девчонки? Мы туда все не нужно завалим Не спрашивайте меня, как мой мозг выбирает слово завалим вместо сложим Проехали На улице адовая, просто адовая жара Я кондей включала до этого Поэтому пока я буду разбирать этот завал, они подождут меня там Чего здесь только нет Грязные тапочки для хождения в море по камням Пакетик Пакетик Еще пакетик Еще пакетик 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 Иногда невозможно избежать того, чтобы не брать пакетики Я их тоже храню, чтобы хотя бы использовать их для какашек Собачьих Проехали Горочка морского песочка Мешок С мангалом Нет, чтобы помыть, да? Все это любовно и бережно было собрано, но и для каких-нибудь спонтанных ночевок, природной романтики За все это время пригодилось пару раз Бутылка с водой Еще одна бутылка без воды Еще одна бутылка с водой Я не покупаю воду в пластиковых бутылках, чтобы хотя бы использовать их для какашек Наливаю ее дома вот-вот из фильтра или еще откуда-то в стекло И очень экологично храню все это в багажнике Антисептический гель для рук Разбух Интересно, если я его открою, он не взорвется? Толстовочка вот моя И даже свет для ночных съемок Она была пластиковой бутылкой раньше, эта сумка А там много всяких отделчиков, в которых аптечка, запасные трусы, носки, всякие щетка зубная Там вот когда мы спонтанно поехали в Абхазию Я с тех пор поняла, что нужно возить с собой вот такую вот сумочку, в которой есть все, если что, и она должна быть в машине Непромокаемая подстилка, подушка Очень полезная вещь На попу Моя вейсболка Ну, если от шерсти ее вычистить можно, то что делать вот с тем, что вот здесь вот голову кому-то пробило Для каких-то жизненно важных обстоятельств и переговоров она может все-таки пригодиться Штатив Стульчик раскладной Сломалась вот эта вот нога Но он и покупался на Wildberries типа за полторы тысячи рублей Еще одна сумка с каким-то барахлом Гениальные китайцы для таких людей, которые все время пачкаются, как я Сделали вот эту штуку Знаете для чего? Когда ты подходишь к машине вот так вот Ты не пачкаешься, потому что есть специальная вот такая вот тряпочка Это шапочка, которую для меня заказала специально моя подруга Спасибо, Анюта Почему нам надо все сзади освободить? Дело в том, что мы опустим вот эти сидения, потому что иначе будет вообще невозможно в машине спать Все ненужное мне нужно Все ненужное мне нужно Положить наверх Тут у нас тоже завал Красотища какая Теперь еще нужно собрать весь мусор из разных других мест Носки, например Недоеденная пастила Бумажка, которую кто-то наклеил на машину, на зеркало Прямо вот сюда на это зеркало наклеили, пока машина стояла на парковке Никто же не знает, кто ее водитель В общем, вот так иногда люди знакомятся Машину мы разложили Получается здесь такое полноценное спальное место Боже, я вспотела, как собака Стоп Что за сравнение? Что за дискриминация собак? Собаки вообще потеют лапами, языком И проехали Едем! Радость должна быть у всех Все радуются Очень Ну что, погнали Я хочу сразу заранее попросить прощения За то, что за рулем я не буду снимать себя И вообще, в принципе, держать в руках какие-то объекты Потому что в моей жизни уже было Видимо, когда я влетела, я влетела именно вот этой частью Я попала в такую аварию И разбила машину так Я и без аварии умудрилась поцарапать даже и эту машину Я установлю камеру, чтобы было видно собак Я могу установить камеру, чтобы было видно дорогу Но я сама снимать ничего не буду Опять вход не работает Хотя нам обещали, что через 10 дней будут пускать Опять ремонт дороги В общем, только пешком 2 километра Когда же мы узнаем, что происходит с нашим домиком на дереве? Если подняться, можно только пешком Сейчас адовая жара Просто пипец И у нас челлендж вообще-то 24 часа в машине Так что в следующем видео мы обязательно туда поднимемся Если хотите, ставьте лайки Наша временная небольшая остановочка на попить-пописать и так далее Аня, зачем эти подробности? Проехали Очень пить хочется Очень жарко Лопомойка, которую сегодня мы будем пробовать Я лью в нее воды и попробую помыть лапы собакам После того, как они погуляют Потому что я не хочу, чтобы они опять испачкали машину Я еще, если честно, никогда ее не пробовала А еще я взяла все для чистки зубов собакам Чем еще можно заняться? Если вот нам нечего будет делать Мы будем расчесаться и чистить зубы Чистить зубы! У-ху! Зубы чистить! Юмичу сразу подальше отсела Мячики Классно же в машине мячиками играть, да? Ну, хоть какое-то веселье Хотела показать вам вот такую штуку Покажи, как это работает Вот здесь она закрепляется Иди сюда Софи Давай Да ладно, знаю я, как ты тут лазишь, пока меня нет Мне ее то ли подарили, то ли я заказала ее на Алике Но вот эта вот задняя часть, которая предусмотрена для того, чтобы не промокать Она вся потрескалась и порвалась Вот так вот это выглядит Короче, не очень И она сыпется на кусочки Юмичу, Софи Вы от кого машину охраняете, а? Нормальные блогеры Хаус-тур по нашему новому дому Рум-тур по моей комнате после ремонта Аня Рум-тур по машине Добро пожаловать на наш канал Magic Auto Обзор Руль Управление Машина красивая Красная Называется Джилли Китай Вот такие у нас красивые диски Подставки для кофе Воды Всегда грязные Машины закрываются вот так Места в машине у нас очень много Очень просторно Крыша светлая Везде вот такие фонарики Здесь у нас вот такая штучка для очков А еще вот эти вот штучки Очень плавненько Ремни безопасности Вытягиваются И если вы такие же нервные Как я, которые Вот так все время дергают Они не вытягиваются Их нужно только очень плавненько вытягивать Если вот так вот дергать То они не вытягиваются Очень плавненько надо вытягивать И всякие мелкие детали В машине Типа вот таких вот Сделаны в форме Г Джилли И колонки И вот эти вот кнопочки И даже коврики Да, у меня здесь очень чисто Везде срач Это последствия еще и того Что у меня три маленьких собаки От которых очень много шерсти И у них очень часто грязные лапы И вся эта шерсть вечно И грязь летает по машине Это поэтому Это не потому, что я свинья Точнее, не только поэтому Люди, у которых нет собак И они ездят на машине Они меня не понимают Просто я на машине еще очень много путешествую Не всегда успеваю ее помыть Поэтому они, наверное, просто такие И когда я им говорю Ой, простите, это собачки Тут шерсть у нас немножко Они так Да-да, все, все окей Сидения очень удобные Сиденье водителя Вот так вот отодвигается кнопочкой Еще очень многие, кто садится в эту машину Говорят про ручки Что они какие-то необычные Вот такая подставка для рук Которая внутри является и холодильником Можно настраивать И даже там что-то охлаждать Знаете, еще как я гениально использую этот подлокотник Из-за того, что собаки Когда остаются они в машине Перепрыгивают на передние сидения А лапы у них грязные Капец иногда бывают И все передние сидения в песке и в грязи Я стала делать вот так Я просто перекрываю им выход сюда И они не могут сюда попасть Гениальная идея Я гений Зеркало заднего вида Кстати, уважаемая компания Джили сделала зеркало заднего вида Таким темным, что в итоге И днем, и ночью Ты нифига в него не видишь А еще очень крутая тема Это вот эта штука Обзор 360 3D Ты вот так вот можешь крутить машину И смотреть, что вокруг нее происходит Я просто великий автообзорщик Мне кажется, кто-то уже хочет в туалет Все-таки слишком много часов Мы провели в машине И поэтому ненадолго Вылазь, Юмичу Давай Молодец Буквально одну минуту Но, к сожалению, в туалет нам придется выйти из машины Мне кажется, еще не изобрели такой туалет Для собак мобильный, который можно в машину поставить И там покакают, и пописывают они И какашки, и моча исчезнет И вообще все будет чики-пуки Проехали Вы сходили в туалет? Все? Внутри этой штуки такие, как щеточки, видите? А вот здесь эта крышечка, она открывается И вот сюда, вот через эти резиночки Суется лапка собачья Посмотрим Юмичу Никогда такого не делала Надо приучаться И что дальше? А здесь же должна быть такая штучка Которая типа Хатыш-хатыш-хатыш Моет? Нет? Высушим Ать Подожди, подожди, Юми Вот, молодец Молодец Молодец, Юмичу Вот так мы задние лапки помоем Вот так раз Молодец Молодец А какая логика мыть лапы, если я потом опять ставлю на землю? Лапу твою берем И суем туда Подожди Потерпи Ты же что же такое-то Подожди, дай вторую Что это, скажи? Кружка с водой Ты же любишь воду Заднюю Вот, молодец Вторую Вот, молодец А теперь сушим Иди, иди Миша, иди сюда Смотри, суем лапку Да Вторую Вот так Раз, два, три, четыре, пять Заднюю Раз, два, три, четыре, пять Общеточки потерли Вторую Заднюю Раз, два Три, четыре, пять Общеточки потерли Молодец Софи не пей из млопомойки Видели, как она лапкой Мишу отодвинула? Софи такая, конечно, вообще деловуха Кто смотрел наше прошлое видео о том, как мы с товарами из FixPrice выживали в лесу Тот наверняка помнит, как мы с Софишей пошли в магазин А Юми с Мишей остались в машине одни Я поставила скрытую камеру И там произошел пипец Юми просто стала охранять машину Трешить И вообще делать какой-то... Я не знаю, как это назвать В общем, она решила, что она охранник И ей нужно машину эту охранять Поэтому она залазила на сиденье Лаяла на все, что движется и не движется вне машины Я вообще не знаю, на что она там лаяла Но на все подряд А в другой раз была ситуация Когда я оставила собак в машине Они испачкали все Когда мы снимали челлендж в палатке Они с Софи подрались Поэтому сегодня я на некоторое время как раз отойду в магазин И оставлю снова скрытую камеру И посмотрим, как они Троем уже будут вести себя в машине Самые наши преданные фанаты Знают, что у меня есть такая рубрика Как стать живодером И я снимала Что будет, если остаться в жару, летом в машине С человеком в закрытой машине Зря мы не взяли с собой врача Это был треш Это был пипец Я чуть не умерла Мы реально не умрем Потому что такой тупости я не совершу Категорически нельзя оставлять собак летом в машине в жару Если я их и оставлю То это значит, что они будут сидеть в тени В машине, которая осужена кондиционером И меня не будет Пять минут Пять минут Пять минут Пять минут Зарубите себе на носу Откуда мой мозг берет эти пословицы, Аня? С уроков литературы первого класса, что ли? Или что? В общем, не надо так делать Сейчас, пока не наступил совсем поздний вечер И машина еще открыта Мы не залезли в нее полностью Не закрылись ночевать И знаете, что я поняла? Что я взяла все, что угодно Кроме еды и мисок Молодец, Аня! Молодец! Мы сейчас действительно находимся в Сочи А киса Алиса осталась в деревне И с ней все в порядке Она в надежных руках Я ее с собой не взяла Потому что на самом деле Такие путешествия для нее Это стресс Она очень сильно привязана к дому Она кошка В отличие от собак, которые привязаны к хозяину Кошки привязываются к дому И ей все эти путешествия не в кайф Я, конечно, знаю, что есть такие кошки Которые очень любят путешествовать Но, видимо, не наша киса Алиса В машине она всегда чувствует себя некомфортно У нас уже было одно путешествие Целый месяц она бедная мучилась Ее тошнит Многие сейчас скажут Аня, ну, кошку так же, как и собаку Нужно приучать ездить Может быть, если бы с самого детского кошачьего возраста Мы это делали, да Но мы этого, к сожалению, не делали И Алиса не привыкла Ей это все гигантский стресс Море она тоже один раз увидела и сказала До свидания, нафиг мне ваше море вообще Я поняла, что Алисе будет кайфове остаться дома Так что ей там реально очень весело и комфортно Да Комфортно А кому жопу причешу? А жопу причешу? А жопу причешу? А теперь наша самая нелюбимая Чистка зубов Очень многие задают всякие разные комментарии Вопросы О том, как я к чему-то там приучила Когда смотрят наши ролики На самом деле Самые наши старые мэджики в курсе Что есть очень много полезных видео на каналах О том, как отучить, приучить собаку и так далее В том числе к чистке зубов Конечно же, Софише это тоже может не нравиться Но, по крайней мере, в отличие от многих собак Которые к этому вообще не приучены Это просто гениальное терпение, я считаю Да, вот так мы чистим зубы Молодец Вот такой вот гельчик Сейчас мы его нанесем Мама! Вот поэтому я постелила себе одеялко Да, потому что я человек, которому везде нужно Стелить себе что-нибудь на себя Лучше вообще себя в мешок одеть Чтобы не обкекаться, как всегда Едой или еще чем-нибудь Давай, Софиша Вкусный гельчик Вкусный Щеточкой вот так зубки почистим Да Ай, вкусный гельчик Ай, вкусный Да? Да Вот так молодец Да, еще Ай, брызгнем Вот так Зубы почистили Расчесались Да? 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 Ну, в общем Да Есть очень много роликов на канале О том, как приучить собаку к чему-то И желательно все это делать С самого детства И когти стричь И расчесываться И зубы чистить Почему? Потому что если вы научите этому всему собаку С самого детства То потом вам не придется с ней мучиться Или ходить для этого к ветеринару Чтобы когти стричь или зубы чистить Даже если собаке эта процедура не очень может нравиться То приученная собака просто будет терпеливо все это выносить А почему это надо выносить? Потому что это полезно для ее здоровья И расчесываться Да? Смотрите, какой ее мечу веник мы сейчас расчешем И чистить зубы И стричь когти Мишка уже ждет своей очереди Потому что Миша очень любит массаж Очень любит массаж В отличие от покемона А покемон не любит массаж Юмичу ненавидит чистить зубы Но терпит В отличие от собак Которым просто в рот не залезешь А вот так вот за щечочкой мы почистим зубки А кто не хочет, чтобы у нас был камешек И нам пришлось идти потом к ветеринару И чистить зубы ужасным лазером Ай Да, а кто любит чистить зубы? Никто не любит чистить зубы Я буду отвечать на вопросы, кстати, в течение всего ролика Так что не спешите выключать видео Вы услышите еще очень много всего интересного У Мишки колтунишки Все, вычисли Ого, а от Мишки сколько шерсти Вообще Очень много Может быть, наконец-то я сниму видео на свой канал Анимэджик На котором я недавно проверила Видео не было два года Реально, в конце августа будет ровно два года, как не было видео Вот интересно, если я сниму туда видео, его вообще кто-нибудь посмотрит Я же их постоянно чешу А у Миши шерсть не кончается просто Шерсть не кончается Ну, а у меня волосы не кончаются Сначала чистим зубки А потом массаж Да, Мишаня, молодец Умница Да, вот так чистить зубки Не воняет изо рта Ну, неплохо Рубрика Тупые Анины шутки А Мишка очень любит массаж Она под него даже может заснуть Да? Да Потому что это кайф А собак Пассировать Массировать Очень полезно собачкам Потому что это кровообращение Кровообращение улучшает Пока совсем не стемнело Нам нужно будет найти место, где мы будем ночевать в машине И у меня возникла мысль остановиться Именно там, рядом с тем самым лесом Где находятся вот эти вот наши самые главные точки Последних событий, которые происходили с нами в этот месяц Там многоэтажный заброшенный дом Исчезнувшая газель Тот самый дом на дереве, который мы обнаружили Возможно, тоже заброшенный Может быть, даже ночью мы заметим, как кто-нибудь там опять ходит Если вы помните, мы видели каких-то странных людей В Белом, когда ночевали в какой-то пещерке в лесу Все это покрыто тайной и мраком Вряд ли, конечно, снимая челлендж 24 часа в машине, мы эту загадку разгадаем Но, по крайней мере, мы можем провести ночь Именно рядом с тем местом Переночевать именно там Хоть мы не можем подняться туда наверх Но мы можем быть внизу и увидеть, что за люди заходят в этот лес Я планировала, что из машины я выходить не буду И, соответственно, нам бы нужно было что-то вроде МакАвто Куда мы заедем купить еды Так как я супер-мега умная Еду для собак я не взяла И в том числе миски, как я уже сказала Вот что сейчас происходит там А МакАвто в нашей стране больше не существует Точнее, существует вкусная точка Авто Но ближайшее я посмотрела от нас 7 часов 15 минут 304 километра Так что мне все равно придется выйти в магазин И я подумала, может быть, так как это челлендж Все-таки в машине Можно засечь себе, например, пять минут Пять минут Пять минут Пять минут Пять минут Это много или мало Проехали Ну что ж, мы подъехали к каким-то кафешкам, магазинам и так далее Я оставляю собак на пять минут в машине Здесь прохладно, все окей Тем более уже вечер Посмотрим, как они себя будут здесь вести А я ставлю себе таймер на пять минут И за эти пять минут я должна добыть нам еды Потому что больше из машины выходить нам точно будет нельзя Отлично Блины себе возьму Соленые огурчики Секрет веселой ночи Где-то не дома Это покупные блины с мясом И соленые огурчики Все, что нужно, чтобы эпично провести ночку Сейчас еще молочка возьмем И вообще хорошо будет Собак от голода спасло То, что здесь есть целый отдел Собачьим и кошачьим кормом Так что голодать мне придется И жрать непонятно что тоже Точнее, жрать непонятно что Я сомневаюсь Я сомневаюсь Я сомневаюсь Я сомневаюсь Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за понимание. А вам, девчонки, корм я купила. Вы уж не извините, какой был. Будете есть вот так. Приходится вот так вот выживать как-то нам, в походных условиях кушать. Да, Миш? Да. Вот так вот. Ну, а что поделать? Кушай, кушай, Юми. Приятного аппетита. София уже доела и опять начинает маяться. У кого бы ей что-нибудь попереть, да? Нет, мои блины не трогать. Это называется корнишоны. Юми, смотри. Эй. Что происходит у меня за спиной? Попрошайничество? Попытки как-то пробиться к блинам моим? Это тот лес. Вот там мы где-то ночевали. И где ходили эти люди в белом. А это вход получается в этот лес. Вот там вот шлагбаум, за который никого не пускают. И мы будем ночевать здесь. Отсюда, из машины, мы будем осуществлять свою слежку. Пока я ходила проверить шлагбаумы по своим туалетным делам, вот что засняла скрытая камера в машине. А дальше я покажу вам, что сняла скрытая камера, когда мы уже спали. А дальше я покажу вам, что сняла скрытая камера. Чтобы вы понимали, как темно, вот сейчас я сижу в машине, и вот я включаю дальний свет, и он практически ничего не освещает. Вот так вот впереди нас вот такой вот темный-темный лес. Отлично, Аня рукожоп разлила воду. То место, где мы будем спать. Прекрасно. Переоденемся в пижамку. В общем, у меня очень много новостей появилось за последние несколько минут. Первое. Сегодня полнолуние. Прекрасно. Самую лучшую ночь для ночевки в машине, где-то непонятно где, выбрала Аня. Второе. Оказывается, сейчас идет звездопад Персеиды. В общем, падают звезды, и якобы за ними можно наблюдать. Третье. Пока я тут готовилась, располагалась, настраивала свет и все такое в машине, я встретила какую-то другую машину, которая приехала большую. И в ней очень много людей, детей и так далее. Они все с какими-то свечками, какими-то штуками непонятными. Кто-то там что-то крутит. Небо, к сожалению, вы даже не видите, но оно все в облаках, и по ходу падения звезд мы сегодня не пронаблюдаем, и полную луну тоже. Вот там вот те самые люди, про которых я говорила. Вот там вдалеке вы их сейчас видите. Их очень много, и они разводят костер. Может быть, они приехали на звезды посмотреть, может, на полнолуние, но какой-то мужчина, который спускался сверху с гор пешком, он сказал, что на самом деле где-то здесь находится место сектантов. Типа какая-то секта где-то тут живет, и так как сегодня полнолуние, они будут проводить всякие обряды. И сразу вспомнилась та огромная заброшка, тот домик на дереве, те странные штуки. И вот это вот все вместе объединилось. Люди в белом лесу объединились в какую-то картинку. А вот такие вот интересные приключения начинаются ночью у нас. В общем, поночевали мы в машине. Чуваки эти там вовсю развлекаются. Знаете, с чем я адским столкнулась? Я открыла багажник, здесь стало попрохладнее, есть чем дышать. Собаки там такие смотрят, что там происходит. Но из-за того, что здесь горит свет, сюда полетела просто туча каких-то насекомых, поэтому мне срочно нужно либо закрывать багажник, либо выключать свет. Вы видите, что с задним стеклом? Я не понимаю, вам вообще понятно, что это такое? Это штатив, это свет, а на заднем стекле просто все в лапах от собак. И пока мы тут сидим, я решила ответить на один из ваших вопросов из телеграма. Кто-то меня спросил, как вообще живется в Сочи с точки зрения собак, в отличие от Москвы и деревни. По поводу погоды в Сочи, все время, сколько мы здесь были в июне и в июле, были дожди, было прохладно и вообще было не очень. В августе началась какая-то адская жара, еще здесь все болеют ротовирусом, после того, как покупаются в море, потому что в море слишком много людей. Классно! Что я точно хочу отметить, это то, что мне нравится здесь природа. И с точки зрения собак, мне кажется, в такой природе с собаками жить прикольнее и интереснее, потому что здесь есть море, горы, леса, поля и так далее. Конечно же, в Москве они тоже есть. В Москве нет моря, Аня. В Москве нет гор, Аня. Я имею в виду, что рядом с Москвой есть тоже всякая разная природа, рядом с нашей деревней, но эта природа, конечно, очень сильно уступает местной природе. Здесь очень красиво. И самое классное, это то, что с собаками можно в любой момент выбраться то на море. В общем, куда-нибудь все время можно выбраться, и это прикольно, такие мини-приключения и путешествия. Но, с другой стороны, ты все время должен следить за собаками, потому что они больше подвержены опасности, чем если бы они жили просто в квартире в Москве. Я бы сравнила нашу жизнь в Сочи и жизнь в деревне тем, что больше прикольных всяких ощущений, интересных приключений, мини-путешествий и так далее. Но Сочи чем-то похожи на Москву в том числе, потому что здесь все время большую часть времени, если идешь по городу или где-то собак, или даже у нас во дворе, или рядом с двором, нужно гулять с собаками на поводках, убирать за ними какашки постоянно. В деревне ты просто открыл дверь, они выбежали во двор, ты потом за ними все собрал-прибрал, они гуляют, они носятся. Здесь они тоже носятся, но только в определенных местах, где это можно позволить. Большую часть времени они все-таки проводят на поводках. И если вот ставить какой-то некий рейтинг, где мне кажется собакам прикольнее и с собаками прикольнее, то, наверное, Москва будет на последнем месте из этих трех мест наша деревня. И Сочи похожи, они занимают первую строчку, а Москва уже так себе. Все-таки это город, большой город, шумный город. Самое классное в этом смысле место это все-таки деревня наша, потому что там реально можно большое раздолье. Здесь тоже раздолье, но в это раздолье надо поехать, потому что мы снимаем квартиру, а не дом. Может быть, если бы у нас был дом, я могла бы открывать дверь, выпускать и гулять во двор, но мы снимаем не дом, потому что дома здесь дорогие, квартиры тоже недешевые, но дешевле, чем дома. Наверное, здесь заставляет выбираться то, что ты находишься как бы в неком смысле, ну не в отпуске, но ты находишься в таком месте, где вокруг куча разных мест и хочется постоянно куда-то выбираться. Ты как бы должен, иначе ты просто потратишь зря время, сидя в квартире. То есть, когда ты живешь в деревне дома, ты такой, а завтра? А тут ты такой, а может завтра и не наступит. В этот раз я взяла 4 батарейки, 4, и все они сели. Может быть, дело в жаре, я не знаю. Тусовка продолжается, и там еще очень много у них детей. В общем, выглядит жутковато в ночи, но, наверное, люди просто приехали на звезды посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только что собаки залаяли, к нам постучали в окно какой-то чувак и такой, типа, а вы что тут делаете? Начал какие-то странные вопросы задавать. И я не поняла, откуда он вообще, по-моему, он не из той компании. А что вы тут ночуете? А что вы тут хотите? И так далее. Короче, это было очень стрёмно, и я решила поехать домой. Простите, ребят.